Девчонки, всем привет! С вами Леся и у нас уже воскресенье, поэтому, наверное, пришло время пустых баночек. Но прежде я хочу вам показать небольшие покупочки из Литуаля. Они небольшие, но хочется вам показать, куда-то складировать. Но вы знаете, это не мое. Хочется сразу хвастаться и, собственно, приступать к использованию. И думаю, вам тоже это будет интересно. Такие покупочки неожиданные, потому что это подарочки от моего мужа. В общем-то, когда мы с дочкой спали, муж сходил и Лук Фантастик забрал, и сходил и мне купил подарочки, и ребеночку купил подарочки. Поэтому, да, просыпаешься, тут уже все готово, все тебя ждет. И что же это у нас, девчонки? Это у нас кремики от Ле Туаль. Вот эти вот замечательные, миленькие малышечки. Кстати, вот эти вот я вижу впервые. Да, вот этот вот ход у них такой, знаете, крутой. И там, где кремики по 10 мл с прикольным дизайном, с просто очаровательным и стоимостью 100 рублей. Ну, что ж поделать, если так нас, девочек, манит такая прелесть, да? Муж знал, что я обожаю крема. Я говорю всегда, хотите сделать мне самый лучший подарок, берите мне крема для рук. И, собственно, это у нас серия Les B Mermaid с ментолом. Вот именно с ментолом я серию с русалочками не пробовала. И серия Софистикат. Это новая линейка, достаточно в Ле Туале, там, где у них, ну, всё просто такое яркое, красивое, сочное. Такое, знаете, прям классно и аппетитно. И это у нас кремушек с лавандой, с персиком, с орхидеей, с розой и с клубничкой. Да, все эти кремушки по 10 миллилитров, стоят они одинаково по 99 рублей. Но это меня безумно порадовало. Такие классные малышки. Вот эти вот Софистикат я даже ещё не видела. Видимо, это прям вообще новинка-новинка. Будем пользоваться. Ну, а теперь давайте приступать к пустым баночкам. На самом деле их немного, но раз уже традиция такая у меня, да, каждую неделю перед вами отчитываться и, в общем-то, рассказывать, что же у меня закончилось. Поэтому, да, закончилось у меня от, ой, всё тут потекло от тканевых масок, прошу прощения, от Beauty Natural, целебные травы, бальзам-репейник против выпадения волос. Вот такой вот бальзамчик, он очень дешёвенький, стоит 60 рублей. Что могу сказать, он мне не понравился. У него очень неприятный аромат вот этого вот репейника, как будто, знаете, такой пылью, какой-то пыльной дорогой, травой такой сухой пахнет. Неприятно было им пользоваться, но лучше с ним, чем без него. Но вообще он достаточно слабенький, поэтому я вам советовать не буду. Я лучше вам посоветую ещё каких-то 20-30 рублей добавить и купить бальзамную для волос от чистой линии, особенно там из мицеллярной серии. У них потрясающие ароматы и работают они намного лучше. Но он тоже работал немножко, да. То есть я не могу сказать, что вообще бестолковый продукт. Поэтому, собственно, я его и использовала. Далее закончился у меня гель для душа от Нивея. Имбирь и базилик, чистая и бархатная кожа. Мне этот гель понравился. Он такой кремовый, немножко перламутровый. У него очень интересный аромат, который я даже не могу описать. Он реально классный. Он как-то и травами пахнет, и что-то свежесладкое здесь есть. Он реально очень интересный, такой многогранный. С удовольствием его использовала. Кожу не сушил, супер очищал. То есть, ну, всем довольна. Далее у меня закончилось два кремушка для рук. Собственно, кремушек от L'Etoile серии с русалочками. Это у меня Баблгам. Классный крем. Он быстро впитывается, хорошо ухаживает за ручками. И классно пахнет вот жвачкой Баблгам. С удовольствием им повторно воспользовалась. Это уже второй у меня. Рада, что он у меня был. Но, девочки, я вам скажу, все равно цена завышена. То есть, приравнять этот крем по сумме, получается примерно как к локситану, ну, конечно, нет. Конечно, нет. Тут просто ставка на дизайн, на упаковку, на прикольные запахи, но качество, ну, обычного нормального бюджетного крема. Я бы так сказала. Но он не жидкий. Он не жидкий, кстати. Он такой средний, нормальный, хорошая консистенция. Далее от бархатных ручек у меня закончился крем. Счастье в ваших руках. Прикольный, милый дизайн. Очень радовал. Но, честно говоря, как для рук бархатные ручки, для меня это слишком скучно. Я предпочитаю что-то поинтереснее, может быть, подороже, повкуснее. Здесь, кстати, нетипичный для бархатных ручек аромат. Какой-то цветочный. Девочки, я его использовала на ножки. Ничего плохого в этом не вижу. Здорово зашел. С удовольствием воспользовалась. Но если вы не такая привереда и вам просто нужен хороший рабочий крем для рук, отличный вариант. Он быстро впитывается, увлажняет, немножечко питает. То есть, сам по себе крем неплохой. Так, далее у меня для девочки, для лица много всего закончилось. Во-первых, у меня закончились патчи от марки Life. Здесь у нас 5 пар, то бишь 10 патчей. Это мне присылала Лера из Израиля. Лера, фуэва эдикт. Спасибо тебе огромное. Потому что реально патчи работают. Девчонки, на моей памяти это вторые патчи, которые хоть как-то работают. Потому что, ну, в основном они на мне ничего не делают. Я помню, еще вроде бы это Новосвит мне понравились патчи. Они вот такие, знаете, там такая клейкая основа, да, и вы прицепляете к глазу, и она фиксируется. Вы можете с теми патчами, что хотите тут делать. И мне понравилась форма. Это крутая форма. Во-первых, это не то, что корейцы делают на свои крошечные, как бы, глазки. Не для всего мира, а для себя, да, только. То есть, там вот такой вот острый кончик, который вечно в глаз запихается. Потом как закругляшка такая резкая и балабуха какая-то. Нет, здесь они просто были все одинаковые такие. Они просто идеально ложатся, да, под глаза. Очень классно. Ну, как бы, большую площадь захватывают. Ну, круто сидят. И прям, ну, хорошо с ними ходить. И, в общем-то, действительно, немножко посвежее у меня глаза были. Немножечко поровнее. Все-таки сама кожа была. Поэтому мне очень не понравились классные патчи лайф. Далее, также мне Лера присылала еще маски. Во-первых, вот такая вот маска от Beauty Care. Девчонки, Лер, я думала, это тканевая маска. Ну, вот, серьезно, вы бы вот посмотрели. Вы что, подумали, что это не тканевая. Но это реально вот значок тканевой маски. Я, значит, настроилась на тканевую маску. Открываю, а это просто маска, ну, мазюкалка. То есть, она такая, как парфе была, такая, как муссовая белая. Она, кстати, мне понравилась. Она свежила здорово лицо. Такое очищение от нее было, свежесть. Маска классная, но вот тут с подвохом, конечно. Далее, очень крутые маски от Shemin Amour. Особенно мне понравилась вот эта вот детокс. Она была черная, с коллагеном была белая. И с коллагеном не очень приятно пахла, если честно. А вот детокс классный. Такой, как, ну, морской, может быть, ароматы имел. Ну, что-то такое свежее. Очень круто освежает. Очень просто. Знаете, как глоток свежести, воды, новой жизни, дыхания. Не знаю, как вам еще объяснить. Очень суженные поры были. Свежий такой тон лица был. Очень крутая маска. Это тоже мне понравилось. Она освежала лицо. Тоже поры были суженые. Но немножечко не так круто, может быть, она сработала. Еще хочу заметить. Мне понравилось то, что у них классная лекала. Вот оно прям круто по мне лягло. Идеально. Единственное, мне на лбу немножко не хватало. Потому что, ну, у меня лоб достаточно высокий. И знаете, что? Эти маски, вы их надеваете, да, на себя. И все. Они как присасываются. И, честно, я даже наклоняла голову, ну, потому что мне надо было, ну, так честно, да, лоток горшку, лоток коту помыть. И я наклоняла голову, поднимала, ставила, мыла, в общем, да. И эта маска, она просто, пока я ее сама собственноручно не сняла, даже не думала отлипать. Ну, просто это, я в первые жизни такое вижу, серьезно. Она прям как, знаете, как, ну, это обычная тканевая маска. То есть, там нет никаких клейких штучек. Ну, просто она прям так всасывается в вашу кожу. Это реально круто. Классные маски. Далее у меня три масочки от Кафе Мими. Значит, это у меня была моделирующая маска для лица, экстракт японских водорослей. Авокадо. Питает и смягчает кожу. И охлаждающая маска для лица, экстракт перечной мяты. Конечно, прикольные яркие упаковки, радуют глаз. Очень, у меня дочка любила эти маски таскать и просто ими играться, да. Что хочу сказать. Я чувствую разницу между дорогими и дешевыми масками. Между крутыми масками, которые, знаете, подороже, которые как-то, ну, не знаю. Мне кажется, наши русские еще не научились классно делать тканевые маски. Я лекала вообще не беру в пример, потому что и корейцы, и россияне, они, мне кажется, идеально не делают маски. У русского производителя они огромные, у корейского они тоже лично на мое лицо, они какие-то огромные. Я лично их как плессирую, да, на своем лице. Но это неплохие увлажняющие, немножко освежающие масочки. Все, то есть, ну, ничего сверхъестественного в них нет. За 50 рублей, которые я покупала, да, почему бы и нет для разнообразия. За 80 рублей, как по полной цене, конечно, нет. Конечно, нет, они того не стоят. Ну, в принципе, сейчас все маски так стоят. И корейцы, например, они на мне практически не работают. Мне кажется, работают серьезно девчонки маски по более дорогой цене. Вот я чувствую разницу. То есть, они не работают все одинаково. Те, что бюджетные, вы так и получите. Те, что уже подороже, там уже чувствуется реально какой-то эффект. Они, в принципе, все одинаково работали. Единственное, вот с мятой она не то, чтобы освежала. Мне кажется, она как-то грела лицо. Ну, такое. Вот когда я ее сняла, то, да, более свежесть было больше, чем у других. В принципе, неплохие, приятно пахнут, дешево стоят. Почему бы и нет? Ну, ничего такого сверхъестественного. Буду ли повторять снова? Навряд ли. Не знаю. Ну, как получится, знаете. Далее, девчонки, хочу вам показать крем от чистой линии. Крем-сон для лица ночной девочки. У меня спрашивают все, как мне чистая линия. Этот крем для меня оказался жирноват. Жирноват, плотноват, его для меня слишком много. Я вот пользуюсь с гранатом. Он для меня как раз и на день, и на ночь. Все просто суперидеально. Он же там немножко остался. Надо повторно как бы заказывать, чтобы было в запасе. Ну, давайте про тот крем мы потом поговорим. А сейчас обсудим именно этот. Значит, я обычно как? Умывалась, да, делала все процедуры, наносила этот крем и ложилась спать. Утром просыпаюсь, лицо жирное, но это ничего не удивительно, потому что лично я, когда сплю, я очень потею. Да, такой факт обо мне. Я днем не потею, а потею, когда сплю. И, собственно, любой крем на мне будет блестеть, поэтому, ну, ладно, я как-то умылась, пошла в душ, да, и не обращала на это внимания. Но я, знаете, как сделала? Я не прям перед сном нанесла этот крем, а, ну, намного заранее. И увидела, что сначала он впитывается, все круто, кожа приятная и мягкая, но потом, через минут 15, кожа просто очень сильно начинает жирниться и, как бы, поры такие, знаете, открытые становятся, кожа как вареная. Это значит, что? Что слишком много питания, слишком много вот этого вот всего. Для моей кожи нужно что-то по лайтове. Поэтому я этот крем, девочки, я сейчас вам его покажу. Он практически закончился, буквально вот тут вот капелька осаз. Я его просто... вот такой вот. Он достаточно легковатый, то есть я не могу сказать, что он прям жирный. Нет, он очень круто пахнет. Приятный какой-то фруктовый такой, как бы гранатовый, может, даже аромат. Я его использую на ножки. Я его дамажу на ножки и, в общем-то, чтобы не выбрасывать, потому что мне жалко, реально, если у вас не такая жирная кожа, потому что она мне ничего не впитывается, то, я думаю, вам подойдет. Девчонки, кстати, и сейчас я покажу вам пустые баночки и хочу с вами затронуть одну тему небольшую, обсудить, да, косметическую, да, не бойтесь. И еще у меня закончилось два мыла. Ну, как закончилось? Одно у меня ушло на кухню в использовании, другое в ванную. Это и в Роше, значит, лаванда и ежевика, и малина и мята. Обалденные ароматы, обалденное мыло, супер качество, постоянно беру. Значит, какую тему я хотела с вами затронуть, потому что, может, кто-то новенький у меня на канале, и мне вот пишут, попробую, ну, типа, что-то чистой линией. Девочки, я чистой линией пользуюсь не для того, чтобы сэкономить деньги, не потому что у меня нет ни на что подороже. Кто меня смотрит, знает, как я кремы по 8 тысяч, по 5 тысяч просто выбрасывала, либо же измазывала на ноги, потому что они на мне не впитываются. Слишком там много компонентов каких-то дорогих, каких-то масел, которые моя кожа не нуждается, ей просто нужно увлажнение, знаете. Вот, ну, немного этого всего. И вот чистая линия мне, допустим, подходит. И тот, кто не разбирается, мне, допустим, советует какую-то косметику там натуральную. Девочки, натуральная косметика, она аллергенна и очень сильно. Гипоаллергенная косметика, ну, вы посмотрите, в аптеке, Айвен, Ля Рушпазе, это же клиник, который позиционируется как гипоаллергенная. Это не натуральная косметика. Это косметика, которую в лабораториях разрабатывают формулы и так далее. То есть это косметика, созданная учеными. Да, там есть какие-то экстракты, да, там есть какие-то масла, но они адаптированы настолько, что ого-го. Поэтому косметику натуральную, пожалуйста, не надо мне предлагать. Я ее ненавижу. У меня был даже очень плачевный опыт. У меня была такая густая шевелюра, и я попробовала марку Эко-Лабораторий, и половина моих волос за три дня просто высыпалась. Просто высыпалась, и все, больше я не восстановила. Я не знаю, почему так произошло, но вот так вот произошло. Также у меня на эту косметику была, допустим, аллергия на антиперспирант. Очень часто, на Веледу у меня аллергия была. То есть я говорю то, что я не люблю, то, что мне не подходит, только после того, как я это хорошо попробую, после того, как я буду в этом уверена. То есть у меня нет смысла, знаете, на что-то там бочку покатить, или сказать, фу, это как, не берите это, берите то, что я вам рекомендую. Нет, конечно, если вам подходит это, берите, пользуйтесь, радуйтесь. Это очень-очень круто, каждый человек индивидуален от этого. Ну, это здорово, что все мы разные, это нормально. Но, пожалуйста, если вы немножко не разбираетесь, что такое гипоаллергенная косметика, что такое аллергик и так далее, поэтому не надо советовать, просто вам посоветую. И, допустим, особенно, когда показывают состава, там в составе кокос, мед, и пошла жара. У меня только уже на начало списка аллергия, поэтому это не может быть гипоаллергенной косметикой. Натуральная косметика, она очень-очень-очень-очень аллергенна, то есть там каждый ингредиент может вызвать аллергию у человека. Да, это, если кто не знал, учитесь. Потому что я сама многого не знаю, и рада, что мне кто-то советует что-то, кто-то поправляет, кто-то говорит, Лесь, вон, пойди там почитай, вон там посмотри. Вот, ну, реально, девчонки, спасибо. Я рада общаться, рада что-то, чему-то сама учиться, что-то для себя открывать, ну, это нормально, это очень здорово. Ну, всё, это всё, что хотела вам сказать. Всем спасибо за внимание, с вами была Лесь. Всем пока-пока.